как топ-чиновники путинского режима зарабатывают на крови где в австрии обнаружили еще одну виллу ротенберга и путина и сколько последний пытается вытрусить из остатков российского бизнеса на продолжение войны про это и не только сегодня в программе ваши деньги я сергей мальнев начинаем имущество российских олигархов уже национализируют в украине и арестовывают по всему миру журналисты и специальные службы устроили настоящую охоту за активами спонсоров путинского режима и вот очередной трофей вилла аркадия ротенберга на австрийском курорте где неоднократно бывала дочь путина воронцова подробности про теперь уже не секретный роскошный объект и его будущее в нашем сюжете пока путин с трибун рассказывает о том что деньги нужно вкладывать в россию недвижимость надо ориентироваться конечно то чтобы вкладывать деньги здесь тогда они будут и надежнее да и и и прибыль будет побольше дети кремлевского диктатора не брезгуют европейскими особняками только в начале пути давайте не будем забегать вперед очередное семейное гнездышко для родственников путина нашли журналисты в одном из известнейших австрийских курортов китсубель расположенная вилла стоимостью 10 миллионов евро официально не местные власти не федеральное министерство внутренних дел не знают кому действительно принадлежит этот дом на 800 квадратных метров мне дочери свободно говорят на трех европейских языках ну даже уже кто-то говорит на одном или двух восточных могут объясниться восточные как еще на одном четвертом европейском причем не просто свободно говорят они пользуются в работе но в этой вилле видели не один раз дочь путина марию воронцову они живут в россии и никогда никуда на постоянное жительство не выезжали по документам она принадлежит российскому олигарху аркадию ротенбергу журналисты из разных стран смогли доказать финансовую причастность путина к этим квадратным метрам дом по адресу оберляет инвер 31 б на горнолыждом курорте китсбюэль в тироле с прекрасным видом на австрийские альпы садом и бассейном вы тогда поковыряйтесь там поподробнее и вы поймете какой у них на самом деле бизнес семья путина тщательно скрывает все свои финансы и активы но журналисты находят их вновь и вновь архив писем офиса викторова мы поделились им журналистами оси серпи лимонт таймс форбс шпигель и других мировых сми вместе мы несколько месяцев работали над этой утечкой большая часть документов касается сделок братьев ротенбергов например в архиве викторова есть проект договора о предоставлении 11 с половиной миллионов евро той самой кипрской фирме что купила виллу в австрии где постоянно останавливалась дочь путина максим викторов доверенно лицо друзей детства владимира путина олигархов аркадия и бориса ротенбергов который помогал им обходить западные санкции прятать имущество путина в европе ротенберг был фронтменом пучина а викторов фронтменом ротенбергов но одно неосторожное слово в ватсапе и все усилия оказались напрасными эта вилла была куплена кипрской компанией под санкционного олигарха аркадия ротенберга в 2013 году однако с того момента в ней так никто и не прописался знаете мы мои дети дочери между несмотря на всякие слухи они живут здесь в россии в москве журналист российского издания важной истории пообщался с местными жителями которые подтвердили что видели на участке дочь путина марию вместе с ее бывшим гражданским супругом голландцем йоритом фасаном внук путина как и старший фасы гражданин нидерландов внуки путина выбирают европу дети тоже особенно часто воронцова путина бывала в доме в начале января когда в россии отмечают семейный праздник рождество воронцова всегда была с охраной мария и йорит регулярно останавливались на этой вилле соседство с семьей российского президента для них никогда не было секретом но после начала полномасштабного вторжения россии в украину фасан и дочь путина здесь больше не видели местные видели даже путина его охранников на этой улице в кицбюэле прошу меня понять правильно отнестись понимания с пониманием правление государственной защиты и разведки австрии пыталась выяснить настоящих владельцев особняка с апреля 2022 года теперь же после расследования ждут в гости путина и его родственников австрия как участник римского статута готова арестовать и выдать владимира путина международному уголовному суду про бизнес на крови многое может рассказать и мы надеемся расскажет если не в прокуратуре рф то на трибунале российский вице-премьер марат хуснулин среди прочего он как мы покажем по заоблачным ценам продает армии дроны собранные из дешевых китайских деталей сколько на этом хуснулин перекладывает в свой карман ваших денег подробности далее даже в условиях дефицита бюджета российские чиновники не забывают наживаться на госзаказах это актуально и мы это делаем и люди в стране это видит коррупция воистину главное достояние российских чиновников потому близкие к путину и его окружению люди завышают цены на военную технику в десятки раз что удивительно в этот раз очередного коррупционера разоблачил подконтрольный кремлю военкор роман сапоньков опубликовал в своем телеграм-канале пост в котором рассказал про реальную цену предоставляемых армии рф дронов войска поставляется коптер российской сборки сибирячок один и парней пересаживают на него по факту это китайская сборка ничего российского там нет сборка с алиэкспресса стоимость комплектующих в рознице на али не более 200 тысяч рублей однако стоимость этого удовольствия для министерства обороны два с половиной миллиона рублей как он сам заявляет у коптеров отвратительное качество на них неправильное подключение моторов камеры стоят вверх ногами даже винты установлены не так как надо дрон настолько низкокачественный что постоянно разбивается закупают их как минимум в 12 с половиной раз дороже себестоимости даже рублевые патриоты путина бунтуют против такой наглости что же вы творите ироды перестаньте перестаньте наживаться на жизнях наших парней вас же повесят но никого из виновных российские власти не посадят и уж точно не повесят этот коптер делает компания гаскаргрупп которая связана с вице-премьером маратом хуснулиным гаскаргрупп была основана бизнесменами из татарстана которые зарабатывали сотни миллионов рублей на подрядах после того как хуснулин стал вице-мэром москвы хуснулин был известен еще до того как стал премьером с 2010 по 20 год он был заместителем мэра по вопросам градостроительной политики и строительства бессменный заместитель мэра москвы собянина по строительству который это позорище позорные вообще ну просто вот я не знаю человека с худшей репутацией найти сложно чем главы так называемого стройкомплексы города москвы коррупционной репутации репутации по абсолютному пренебрежению к правам собственности к правам граждан на время войны именно его отправили восстанавливать уничтоженные российской армией мариуполь вместе с этим засекретили бюджет строительства чтобы он смог спокойно распоряжаться госденьгами мы в условиях санкционного давления должны понимать как мы будем планировать работу на ближайшие годы как будем планировать работу с точки зрения управления финансами с точки зрения загрузки подрядных организаций точки зрения производства строительных материалов покупки техники восстановить город обещают якобы за три года а сумму выделенных денег не разглашают ее спрятали в расходах на национальную оборону с общим объемом в 377 миллиардов рублей и вот строительные работы идут а рабочие уже жалуются за что им платят копейки дали пять тысяч четыре на карточку и одну тысячу на руки после запуска отопления с ними должны были рассчитаться но директор вдруг заболел на смс и телефонные звонки директор сначала отвечал потом перестал лично мое мнение это одна из самых профессиональных компаний хуснулин многое знает о откатах и договорниках издание база уже сообщило о его секретном доме и участке за как минимум один миллиард рублей мы провернули целую спецоперацию для того чтобы доказать что хуснулин живет серебряном бару для начала мы получили данные о передвижениях его автомобиля за две рабочие недели с 13 по 24 июля камеры на дорогах каждый день фиксировали служебный автомобиль хуснулина но у главного строителя россии не только один дом за какой-то миллиард семья хуснулин их также связано с компанией fortress group у которой сеть из 36 фирм скорее всего эти фирмы да еще и в таком количестве нужны для сокрытия активов и вывода денег благодаря этим фирмам удалось найти судно за как минимум 11 миллионов евро и французский замок за 2 миллиона евро сам хуснулин туда уже попасть не сможет из-за санкций за помощь путину в оккупации украины марат хуснулин верный путинист которому позволено участвовать многомиллиардных коррупционных схемах и он будет воровать вместе со всей путинской элитой до тех пор пока в казне есть хотя бы один рубль после ухода с российского рынка большинства мировых автопроизводителей власти рф решили возродить советский автопром причем не только его легендарные убогие марки но и по всей видимости позорное качество первым пошел автоваз из-за нехватки рабочих рук на производстве отныне машины будут собирать для россиян зэки про это и другие достижения путина наш следующий сюжет еще вчера они делали нарды и шахматы из хлебного мякиша а уже сегодня будут собирать новенькие лады и подымать с колен отечественный автопром за поребриком где полстраны сидит а полстраны стережет хитрым чинушам пришла в голову гениальная идея поставить работать на конвейер автоваза заключенных отбывающих наказания местных колониях наши сказали что и так сгодится ну по крайней мере сборка будет хотя бы частично у нас и шильдики опять же наши цена правда откуда-то привезенная я не знаю из арабских эмиратов наверное а так все китайское причина такого решения катастрофическая нехватка кадров на предприятиях в 2023 автоваз поставил довольно амбициозные цели перед своими рабочими выпустить за год около 400 тысяч новых автомобилей чтобы насытить отечественный рынок после ухода с него иностранных марок дабы собрать такое количество новых авто за год автовазу пришлось несколько раз объявлять набор новых сотрудников но после того как все просочились актуальные заработные платы для будущих работяг желающих пахать за копейки не сыскать так средняя заработная плата на предприятии со всеми переработками составит не более 500 долларов в месяц руководитель будет получать немногим более 700 и это еще до вычета налогов по всей видимости люди не особо стремятся ежедневно впахивать на конвейере получая заработную плату ниже средней по стране а вот у осужденных которых привлекают принудительным работам особого выбора нет отсюда напрашивается вывод качество собранных руками зэков автомобилей будет ниже плинтуса собирать эти машины будут заключенные и мне кажется что хуже уже быть не должно ну вы качество отечественных машин примерно знаете как можно сделать хуже я не представляю косяки кузова вот я приближаю да видите сварочные швы в каком они исполнении вот стык кузова вот у нас до дверной проем вот она липуха чисто сделано абы как сварено вот у нас петли как будто шашелем да побила их не отличаются особым качеством и китайские оригиналы будущих российских копий примеру лада аура о которой трубят во всех российских сми во время громкой премьеры на петербургском международном экономическом форуме отказалась заводиться на глазах у десятков изумленных журналистов после позорного инцидента с участием главы сбербанка германом графом российская пропаганда спешно отрапортовала что все китайские недочеты будут мигом устранены уже во время конвейерной сборки в рф вот только как выяснилось на заводах автоваза за поребриком китайским машинам будут лишь прикручивать колеса и только даже поменять все шильдики на отечественные автопромера не в состоянии вот такой автомобиль это максимум что способен выйдет российский автопром в режиме надо вчера чтобы получить выставочный прототип с оригинального китайца лишь сняли шильдики при том повесить на руль фирменную вазовскую ладью не вышло для этого нужно переделывать ступицу немногим лучше автоваза ситуация встает ныне и на новоиспеченном заводе москвич отжатом кремлем у концерна рено там тоже под видом крупноузловой сборки прикручивают китайским авто колеса и выставляют салонах под патриотичным брендом made in russia они пытаются найти заменители привезти эти машины из китая и заместить те машины которые раньше продавались европейские и американские но это не очень получается они не могут даже нормально колеса прикрутить к машине из китая что вот это за яйцо с синей подсветкой внутри посредине в колонка что ли там уши к ответь какая разница у нас это не работает это завязано все дело на китайскую симку сейчас вы видите на китайском языке мультимедиа и приборную панель единственное что отличает российские псевдо москвичи и лады от их старших китайских братьев так это цена последняя полтора а то и в два раза выше чем в поднебесной но за неимением альтернативы россияне вынуждены покупать втридорого любые корыто с болтами а значит станут брать по за облачным ценам даже собранные зеками из-под палки автомобилей чем еще больше обогатят кремлевские элиты привыкшие в отличие от своего народа ездить исключительно на новеньких люксовых иномарках дефицит бюджета рф исчисляется уже триллионами рублей и эту дыру власть пытается залатать за счет еще оставшегося в стране бизнеса его собираются потрусить еще на 300 миллиардов рублей кому в первую очередь придется платить за войну разбираемся кремль готовит мобилизацию доходов для бизнеса по простому это значит что с российских бизнесменов сдерут дополнительные деньги чтобы хоть как-то заткнуть разрастающийся дыру в бюджете страны агрессора с профицитной экономики с профицитного бюджета за 22 год россия превратилась в дефицитную экономику и дефицитный бюджет в том что налоги в скором времени взлетят уверен глава российского сбербанка герман грев то тогда мы должны честно людям сказать о том что это вполне вероятный сценарий на петербургском международном экономическом форуме он предположил что налоговая нагрузка на российский бизнес возрастет уже с нового года а способствует этому увеличение расходов бюджета бизнес делает вывод что вероятнее всего с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки и хоть путинский служака об этом не упомянул но растут расходы российского бюджета в первую очередь из-за имперской кровопролитной войны кремль выделяет больше денег непосредственно на военные нужды при этом доходы режима стремительно падают из-за санкций за пять месяцев этого года у них практически 4 триллиона рублей дефицит при том что на весь год предусматривался дефицит в размере 3 триллиона фонд национального благосостояния которым покрывают дефицит бюджета каждый месяц при таких темпах исчерпается до конца года такой ситуации кремлю остается одно сокращать расходы или увеличивать налоги а возможно и то и другое вместе еще зимой путин попросил денег на войну у бизнеса но на эту просьбу российские предприниматели отреагировали прохладно вероятно опасаясь санкций потому тогда же впервые заговорили о повышении налогов хотели даже собирать налог на прибыль за прошлые годы скорее всего это участие будет в виде сборов с бизнеса с прироста финансового результата за последние годы пока рассматриваются 2022 и 2021 годы по сравнению с 2019 и 2020 тот прирост который был получен в основном это конъюнктурные доходы частью прироста бизнес будет готов поделиться с государством но даже через полгода никаких решений о подобном повышении налогов не приняли эксперты уверены причина страх перед тем что пустой холодильник затмит телевизор переполненный пропагандой это активно обсуждается в российском обществе и очень сильно нервирует бизнес поэтому понимаете это вещи которые ну крайне непопулярны вот чего боится на сегодняшний момент российская власть она боится качественного ухудшения уровня жизни людей поэтому любое повышение налогов для бизнеса это автоматически уменьшение заработных плат для людей вы же понимаете что российский бизнес никогда не будет делиться своими доходами с работников первый человек который пострадает от увеличения налогов для российского бизнеса это наемный работник вероятно в итоге у кремля не останется выбора налоги придется повысить и значит серьезно усугубить экономический кризис страдать будут все малые страдать будет значительно больше чем крупные выходить без российского бизнеса с российской территории бизнес будет очень активно при этом перекрыть дефицит бюджета в несколько триллионов рублей собраны из бизнеса дополнительные сотни миллиардов рублей не смогут а значит и катастрофа в российской экономике неизбежно из-за войны в украине россия несет колоссальные потери причем не только финансовые россиян которые в большинстве своем поддержали агрессию или просто молчали все больше презирают во всем мире а тех кто работает на режим еще и наказывают как это бывает весьма показательная красивая история далее это артистка в образе цыганки самая известная в литве фигуристка маргарита дробьяска они с мужем павелосом ванагасом абсолютные чемпионы литвы в танцах на льду и пятикратные участники олимпиады паре не удалось завоевать призовых олимпийских мест но после окончания спортивной карьеры участие в международных соревнованиях дало им возможность много и успешно выступать в ледовых шоу в россии и за рубежом никогда не думали что спустя почти 10 лет с 2000 года что мы будем иметь столько работы настолько востребованы в мире ледовых шоу что с нашими скажем званиями которые мы имели там призер чемпионатов мира европы иметь столько работы и работать с такими асами с которыми работать муж фигуристки литовец павелос ванагас радуется тому что у него и его супруги много работы но именно эта работа привела к тому что депутаты литовского сейма хотят лишить его супругу маргариту дробьяска литовского гражданства причина те самые ледовую шоу в которых участвует дробьяска организовывает татьяна навка жена пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова они совершают эти циничные поступки участвуя в коммерческом предприятии сочи в то время когда водовороте войны в украине лет сокроет невинных людей говоря о коммерческом мероприятии президент литвы имеет ввиду ледовое шоу навки лебединое озеро премьера которого состоится 9 августа в сочи в нем дробьяска играет роль черного лебедя а ее супруг играет колдуна страдающего от безответной любви момент участия в шоу может стать решающим в вопросе лишения дробьяска гражданства хотя сам процесс уже очевидно запущен в нынешних условиях это выглядит жалким фарсом законы не предусматривают аннулирование гражданства выданного в виде исключения за клевету имени литвы поэтому нам необходимо инициировать законодательные изменения хватит значит хватит депутаты сейма литвы собираются проголосовать за лишение маргарита дробьяска гражданства мы надеялись что после принятия закона таких прецедентов не будет к сожалению в публичном пространстве мы видим что сотрудничество с рупорами кремля продолжается еще раньше президент литвы лишил фигуристку и ее мужа званий кавалеров ордена великого князя гедемина салитовского пятой степени и вот это вот по спортивной жизни на очень бурно продолжается до сих пор дробьяска и ванагас работают с навкой еще с 2019 года оба участвовали в постановках руслан и людмила и спящая красавица очевидно коллаборация с семьей пескова навки которая входит в ближний круг владимира путина приносит фигуристки большие деньги об этом регулярно и с упоением рассказывают российские журналисты вчера были маленькие по 3 сегодня большие по 5 растущие дивиденды от ледовых шоу а еще двухэтажный особняк в престижном подмосковье квартира в вильнюсе но и так по мелочи пара новеньких авто о том что кроме особняков и авто фигуристы зарабатывают еще и на бомбы которые российские военные сбрасывают на спящие херсон и харьков журналисты умалчивают сама фигуристка уже заявила что потеря литовского паспорта и и не очень волнует но на самом деле гражданство этой страны выводила ее из-под санкций которые наложены на россиян за границей павел асванагас муж фигуристки свой литовский паспорт сохранит фигурист родился неподалеку от шоуляя на территории литвы и имел гражданство литвы изначально поэтому он не может его лишиться маргарита дробьяска урожденная москвичка и паспорт литвы получила после распада ссср этой весной литовский сейм принял поправки к закону которыми вводится механизм лишения гражданства предоставленного в порядке исключения именно по такой процедуре дробьяска получила свой паспорт литва бескомпромиссно борется с адептами русского мира ранее мвд литвы принял решение лишить гражданство страны бизнесмена адольфоса каминскоса он известен как муж матери внебрачных детей российского министра обороны сергей шойгу поводом для отзыва гражданства стало получение каминскосом российского паспорта согласно закону литовцы утрачивают гражданство страны когда получают паспорт другого государства и не имеют для этого особых обстоятельств это была программа ваши деньги показываем правду про то как преступный режим путина делает всех россиян беднее спасибо что смотрите нас встречаемся как всегда в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 на телеканале фрида